Здравствуйте, дорогие друзья! У нас опять ныне путешествие. Мы опять едем в Тулу. Как я уже говорила, на стуле живет наша старенькая бабушка. Это моя мама и бабушка Рыжуля. Она очень-очень старенькая, поэтому в Тулу мы ездим постоянно. Практически каждый выходной, ну или через выходные. Все зависит от ситуации. Тем более, что сейчас мы стараемся как бы ездить к ней такими наездами. Для того, чтобы, не дай бог, с этой ковидной ситуацией, чтобы с ней было все в порядке. А тем более, что впереди Новый год. Надо подготовиться к Новому году, потому что Новый год, как всегда, мы опять будем встречать в Тулу. Мы обычно едем в Тулу на экспрессе. Вечером в Тулу идет два экспресса. Это один в районе 18 часов. И вот второй, на который мы едем, идет, выезжает из Москвы в 20.12. На 18-часовой экспресс мы не очень любим, потому что там идет состав Рекс. Он состоит только из вагонов 2-го класса. И нам нравится именно данный экспресс, потому что он более комфортабельный. В этом экспрессе вагоны трех классов. Это первый класс, второй и третий. Мы любим комфорт. И обычно путешествуем в этом составе экспресса в первом вагоне. Это первый класс. Как я вам сказала, вагон первого класса очень удобен. Там очень маленькое количество пассажиров, потому что очень мало посадочных мест. Но очень удобное кресло. Единственный минус, это он просто приезжает достаточно поздно в Тулу. Но, в принципе, к этому времени весь транспорт, который развозят пассажиров по всей Туле, он как-то так расписание сделано, что транспорт подъезжает, и можно уехать в любую точку Тулы. Ну, а мы обычно пользуемся такси, чтобы за 15 минут приехать уже к нашей бабуле. И с первого класса вагон второй, вот так выглядим, закроем второго класса. Но дальше я еще не пойду. Ну что, 22.56, мы прибыли в Тулу. Вот, и вот сейчас идем искать наше такси. Как Рыжуля сказала, наше такси в Белой Киеве, три шестерки. Поедем сейчас на нем к нашей бабусе. В принципе, здесь к этому времени подъезжает достаточно много транспорта. И остановка вот там, за отелем Москва. Вот, но мы уже устали. Хотим добраться до дома буквально за 10 минут, поэтому взяли такси. Ой, вот мы уже дома поднимаемся по лестнице. Вся засада в том, что дом очень старый. Здесь четыре этажа. Нам на самый верхний вон Саша уже практически поднялась. Но вся засада в том, что здесь нет лифта. Очень крутые лестницы и большие пролеты. А мы сейчас домой с бабушкой, поцелуемся, обнимемся и быстрее спать. Потому что завтра у нас очень-очень много дел. С самого утра я хотела сделать еще репортаж, как наш день проходит в Туле. Но, к сожалению, у нас в Туле просто происходит какой-то забег. И поэтому мы начинаем с самого раннего утра встаем, завтракаем и убегаем. У нас очень-очень много дел. А сейчас я нахожусь в центре Туэра. Вот здесь у нас самая главная площадь новогодняя. Уже елочку нарядили. Ну, а о новогодней Туле я вам расскажу в следующем своем видео. Ну, а сейчас расскажу, куда я. Сейчас я бегу на педикюр. К одному из лучших мастеров для моих проблемных ножек. Потому что ножки на самом деле проблемные. Вот салон. Это знаменитый салон, который открыла Светлана. Это достаточно знаменитый мастер-парикмахер. Который знаменитый не только у нас в Туле, но и за пределами Тула. Вот этот салон. Всем рекомендую. Отсюда никто не уходил в недовольность. А здесь очень приятная такая атмосфера. Очень уютная. Вот это работа мастером. Пальчики ходят на выставку. Готовы мои пальчики. Красота, да и только. Сейчас я еще кремику не мажу, это будет вообще супер. Ну, смотрите, какая ювелирная просто работа. Все чистенькие, красивенькие. Ну, что, дорогие друзья. На ножках я порядок навела. Теперь осталось к празднику навести мне порядок на голове. Как я уже говорила, мы из Тула уехали уже очень давно. Но за красотой мы всегда приезжаем сюда. Наверное, потому что здесь уровень мастеров очень высокий. И ручки у них золотые. В Москве, конечно, таких мастеров очень сложно найти. Но если находишь, то, конечно, уровень их оплаты, оплаты их труда просто зашкаливает. И я могу вам сказать, что это далеко не реклама. Потому что у этих мастеров достаточно клиентов, и они в рекламе не нуждаются. Но мне очень хочется поделиться их мастерством. И поделиться тем, что в Туле есть такие мастера, у которых просто золотые. И вот сейчас мы с вами зайдем в салон, где данный мастер работает. И вы увидите все сами. Что у меня сейчас на голове, и что будет после его работы. Сегодня я делаю стрижку. И сегодня я иду на окраску. За стрижку я абсолютно спокойна. А вот за окраску, вот что получится на моих волосах, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои дорогие друзья. Я думаю, что многие из вас скажут, ну вот что она восхищается. Ну покрасили ее, ну подстригли. И что? А то, что у меня, в общем-то, бардак большой на голове. У меня очень-очень тонкие волосы. И очень-очень жидкие. И поэтому, во-первых, не каждый мастер берется меня покрасить. Потому что говорят, ой, если я сейчас начну вас красить, у вас волосы все с головы упадут. Вот. Поэтому мне очень важно, чтобы мастер меня хорошо покрасил, при этом щадяще покрасил. И при этом при помощи окраски волос был как бы визуальный объем создан. И к тому же, чтобы мои жидкие волосы могли быть подстрижены таким образом, чтобы прическа лежала не только, когда я выйду из салона, но и на протяжении нескольких недель. И вот, смотрите, я со своей, скажем так, головой переспала. Обычно, когда уходишь, выходишь из салона, когда тебе мастер уложит, ты думаешь, ну вообще все идеально. А вот когда ночь переспишь и понимаешь, что, господи, там не все идеально. А вот у меня я переспала, и у меня все идеально. Именно поэтому и мои восхищения.